Только в России пропагандист может иметь гражданство на Западе и при этом хаять этот Запад и говорить, что это враги. Поэтому да, Россия это страна возможностей. Только в России, мне кажется, ведущие пропагандистских каналов становятся олигархами. Я не слышал, чтобы в каких-то других странах, ну по крайней мере в западных странах, чтобы ведущие каких-нибудь новостных каналов становились бы олигархами. Я пока таких не встречал. Хотя, наверное, может быть такие. Флаг Беларуси, флаг Татарстана и флаг Кадыровской, Чечни, они реально очень похожи. Я не знаю, как так получилось. Они подсматривали друга или у них там один дизайнер это им делал. Не знаю. Саламу алейкум, Томсо. Почему Кадырову никогда не стыдно? У него, по-моему, у него этого чувства вообще нет атрофированного, но у него вообще патологические такие лжицы. У них не бывает чувства стыда. Они никогда не стыдятся. Томсо, согласись, Россия страна возможностей. Ведь только в России ведущий одного из государственных каналов может посетить один из регионов страны, а наместники будут принимать его чуть ли как президента другой страны. Ну, этот же самый ведущий, он в России. То есть, страна возможностей России не только потому, что он может поехать его принимать. Этот же ведущий может вливать в уши россиянам какую-то патриотическую дичь, при этом иметь там имение где-то в европейских странах на Западе, который он в этих своих эфирах называет врагом и щадием ада. Только в России пропагандист может иметь гражданство на Западе и при этом хаять этот Запад и говорить, что это враги. Поэтому, да, Россия это страна возможностей. Только в России, мне кажется, ведущие пропагандистских каналов становятся олигархами. Я не слышал, чтобы в каких-то других странах, ну, по крайней мере, в западных странах, чтобы ведущие каких-нибудь новостных каналов становились бы олигархами. Я пока таких не встречал. Хотя, наверное, может быть, такие есть. Флаг Чеченской Республики скопирован с флага Татарстана. Власть не могла придумать другой флаг. Он имеет в виду Кадыровской Чечни флаг. Честно говоря, не знаю. Он реально прям как будто скопирован. Причем они... Флаг Беларуси, флаг Татарстана и флаг Кадыровской Чечни, они реально очень похожи на друг друга. Я не знаю, как так получилось. Они подсматривали друг друга или у них там один дизайнер это им делал. Не знаю. В том, что у вас есть программа-манифест. Ну, я же не политик, я блогер. Какая у меня может быть программа-манифест? Если я стану политиком, тогда у меня будет своя программа, какие-то идеи, да. Но пока я являюсь блогером, я обсуждаю чьи-то программы, чьи-то манифесты. Я сейчас занимаюсь этим. Тумсо. Главы Северо-Кавказской Республики промолчали, когда принимали закон о необязательности изучения родных языков. Они не понимают, что язык в республиках сохраняется только из-за мононациональности. Не знаю. Я помню эти дебаты, баталии вокруг этой темы. Мне, честно говоря, тоже не совсем была понятна эта тема. Я тоже не сильно во все это вник. Но очень многие по этому поводу переживали, высказывали свою обеспокоенность. И я думаю, она была не беспочвенной. Тумсо находится в Швейцарии? Нет. Тумсо находится в Швеции. Это разные страны. Швейцария и Швеция. Швеция – это северная страна, Скандинавия. А Швейцария – это материковая Европа, горная страна. Тумсо для тебя любой государственный служащий и чеченец, работающий в этих структурах, является предательным. Если да, то почему? Смотри, под госслужащим подразумевается очень большой спектр организаций и работающих в этих организациях людей. То есть, они могут быть госслужащими, но не относиться к силовым структурам. Если мы говорим именно про какие-то конкретные силовые ведомства, то я считаю, да, конечно, да. Но, опять-таки, их тоже я всех под одну гребенку не гребу, я их тоже разделяю. Среди них есть те, которые конкретно преступлений не совершили. И такие люди, я считаю, это мое мнение чисто, я считаю, что они, безусловно, должны быть иллюстрированы, но какую-то ответственность, да, кроме вот этой иллюстрации, они, конечно, не понесут, потому что, ну, преступлений за ними нет. Но там есть и конкретные преступники, то есть те, кто пытают, там, убивают, фабрикуют дела, ну, очень такие, знаете, страшные. И те, которые этим людям помогают, то есть их стерегут, там, охраняют, то есть там отдельная такая есть категория людей. И есть отдельные структуры, в которых не может быть невиновны. Вот смотрите, допустим, я не знаю, сейчас есть они или нет, раньше был там ОРБ-2, была такая структура, это бывший РУБО, еще шестой отдел их называли. Вот они, по-моему, сначала нулевых и, может быть, они и сейчас есть, я не знаю, может быть, их и нет. Вот те, кто там работали, все. Ну, там, там нет такого, что, если мы, например, к ППСу можем отнестись так, вот в целом ППС, это, ну, патрульно-постовая служба, значит, ходят по дорогам, что-то там охраняют. Но среди них есть вот какие-то там прямо твари, преступники страшные, которые пытали, там, убивали. То здесь, наоборот, в ОРБ, они все априори, по умолчанию, они все твари, они все преступники. И уже там индивидуально нужно разбираться, может быть, там будет кто-то, кто случайно попал, мало ли, я не знаю. То есть, такие вот, или вот второй полк, например, имени, там, спецполк имени Ахмата Кадырова, это тоже такая структура, где там, ты, если туда идешь на работу, ты изначально идешь, зная куда. Поэтому там, по умолчанию, все они преступники, ну, а индивидуально уже нужно рассматривать, может, там кто-то опять-таки по принуждению туда попал и так далее. Кстати говоря, про лайки, посмотрим, я вижу 584 отметки, нравится при 3500 зрителей. Поэтому сейчас вы закрываете чат, перед вами открывается такая панель кнопок, первая кнопка, это палец вверх, и он у вас будет не закрашен белым, если вы его не нажали. Вот его надо закрасить белый цвет, и потом снова открыть чат, вернуться к этому эфиру. Митрандир Арнадур, Кадыров, это, Манкурт, Кафир, Мунафик, Джагель. Ну, тут ты прям все варианты, в точку он, Митрандир Арнадур. Тут я ни один, наверное, не исключу, по-моему, все в точку. В десяточку. Ты как будто бы четыре дротика кинул, и все они попали в десятку. Оказывается, Тумсо не чистый чеченец, а метис, поэтому он казахов не любит, говорит. Вот если Митрандир Арнадур четыре дротика кинул в десятку, то ты бросил два, и ни один не попал. Я не метис, во-первых, и во-вторых, у меня нет никакой нелюбви к казахам. Ты ошибаешься, дорогой друг. По лайкам можно определить, сколько воргов тут сидят. Я, кстати, человек сто, наверное, сто с лишним поставили палец вверх. А остальные такие, ну да, типа сейчас мы будем закрывать чат и ставить тебе лайк. Мы тут рубимся в чате. Нам некогда отвлекаться. Подумали и продолжили, видимо. Сто лет чеченской государственности, везде на плакатах ЧР, в чем прикол? Стас Кондаков, честно тебе скажу, давно не был в Чечне, уже лет семь, поэтому не знаю. Я даже не знаю. Так, давайте, наверное, мы будем завершать этот эфир. Давайте его сегодня завершим раньше, чем он добьет до часа, потому что эфиры, которые меньше часа, вообще любое видео меньше часа, его больше хочется открыть и посмотреть. Когда час, мы уже такие, а, нет, слишком длинные. Поэтому на этом мы завершаем. Подписывайтесь на телеграмм, становитесь моими патронами. Берегите себя и своих близких. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Ва-саляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату. Субтитры подогнал Игорь Негода.